Кирилл был всего один год и семь месяцев. Абсолютно здоровый ребёнок. Едва научился уверенно стоять на ножках. Внезапная болезнь в буквальном смысле подкосила. В семье даже не поняли, что произошло. Левое плечо стало ниже, и на левую ногу начал хромать. Потом ходит, ходит и падает. Естественно, мы перепугались. Сходячего ребёнка вообще слёг. Не мог переворачиваться даже. Врачи в родном городе Кирилла Магадане усиленно лечили увеличенные лимфоузлы на шее ребёнка. После была госпитализация в Москву и экстренная операция по удалению опухоли у основания черепа. Она давила на спинной мозг, задевая нервные окончания. Диагноз нейрофиброматоз – заболевание, при котором страдает нервная система. У малыша началась череда рецидивов и новых хирургических вмешательств. Впоследствии этих семи операций, естественно, у него образовался сколиоз шейного отдела позвоночника. У него вынуждены наклон головы вправо. А естественно, сейчас не можем выпрямлять голову. Как наш лечащий нейрохирург говорит, надо вперёд основную болезнь преодолеть. Сейчас новые прогрессирующие опухоли нейрофибромы взяли в тиски спинной мозг мальчика. Одна из них прямо в позвоночном канале. Кирилл резко ослаб, постоянно спотыкается, падает. Вот на этой руке слабость, а на этой нет. На левой, да. Я не могу сильно сжимать руку. Эту я могу вечно сдержать, а эту нет. Ну, тоже вечно, но слабо. Удалить опухоли с позвоночника скальпелем уже невозможно. Врачи в один голос говорят, это прямая угроза жизни. Радикальное лечение больше не подходит. Она продолжает расти. Со временем она приведёт к полной компрессии спинного мозга. Произойдёт отказ функций всех нижележащих органов, начиная от лёгких, органов таза. Что, по сути, приведёт либо к полной инвалидизации, либо к самому неблагоприятному исходу. Единственный выход, по мнению специалистов, срочно провести ребёнку курс протонной терапии. Направленный луч не заденет спинной мозг и при этом точечно высушит смертельно опасные нейрофибромы. Лечение готово провести в Петербургском центре протонной терапии имени Березина Сергея. Но поскольку опухоли у мальчика доброкачественные, протонной терапии нельзя оплатить по государственной квоте. На лечение, которое может навсегда избавить ребёнка от болезни, необходим 1 миллион 700 тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Столько много кнопочек в этой камере. Вот видишь, это макро. Можно снять рисунок на коже. Видишь? О, да! Видишь рисунок на коже? Кирилл растёт пытливым, разносторонним, заботливым ребёнком. Очень просил нас на большую телекамеру красиво снять бабушку Алифтину, чтобы в далёком Магадане родители и младший брат увидели, что она улыбается. И значит, у них в Петербурге всё хорошо. А тем временем здесь же специалисты протонного центра готовят ребёнка к серьёзному обследованию, чтобы при первой возможности приступить к лечению. Всё мы преодолеем, вылечимся, выздоровеем и вернёмся домой. Анна Лавронова, Сергей Эйслер и Игорь Баданов. Вести Петербург.